В эфире тема часа. Сегодня говорим об изломе рельсов. На связи с нашей виртуальной студией Евгений Авелич. Евгений Авелич, здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, все-таки не раз мы с вами в рамках студии на нашей работе обсуждали тему излома рельсов и всякий раз мы говорим о том, кто же больше влияет. Нужно что-то доработать с заводом, чтобы производить более прочные рельсы. Либо мы говорим о том, что сегодня те же самые вагоностроительные заводы просто производят более тяжелый подвижный состав, который влияет. Скажите, пожалуйста, последние годы как меняла ситуация в проблематике излома рельсов? Насколько это частая проблема? И все-таки кто виноват и что с этим делать? Надо сказать, что проблема изломов рельсов в последние годы стала еще более острой. Значит, в прошлом году сломалось на сети железных дорог 195 рельсов. В 2019 году сломалось 182, это немного больше. Предыдущее увеличение изломов даже было больше. В общем, это такая восходящая кривая, которая идет от года в год. Ну, очень важно определять, почему. Здесь определить причины изломов совсем не так просто. И в последние годы для того, чтобы определить главную причину и место, где нужно главные усилия прилагать для того, чтобы изломов стало меньше, еще стало более важно. Значит, надо сказать, что если разделить вот эти 195 изломов, которые случились, то 46% из них придется на долю сварных швов непосредственно. Еще 23% рельсы сломались рядом со сварными швами. А на поломке, которые не имеют отношения к сварным швам, относятся всего 28%. Уже это говорит о том, что очень важным показателем, который вот последнее время введен в донесения о сломах рельса, в акты, которые пишут, в технические заключения, которые вставляются на каждой дороге, по каждому случае излома рельса. Очень важно указывать расстояние до сварного шва, потому что дефект, похожий на 21-й, если он вне сварного шва образовался, то он образовался от контактной усталости, которая от мелкого шелушения часто, потом образование продольной трещинки, которая переходит в поперечную трещину. Это один механизм, это один вид дефекта. А около сварного шва все развивается по-другому. Сварной шов является зоной слабины. Там есть зоны и пониженной твердости. Там не только вот те зоны, которые таят в себе опасности, неплотности, пузырей и так далее, и так далее, дефектов непосредственно сварного шва. Но сварка и последующая локальная термическая обработка создают зоны пониженной твердости. Там образуются углубления, потому что смятие и износ в этих областях идет быстрее. Эти углубления влияют на повышенную динамику. Повышенная динамика влияет на вероятность образования усталостных трещин в подошве на некотором расстоянии от сварного шва на 160-180 мм в среднем. А иногда вот эти места пониженной твердости образуются раньше, чем на теле рельса основном. Контактная усталость. Развивается продольная трещина, которая переходит в поперечную. Внешне этот дефект похож на 21-й, но первопричина в нем лежит в сварном шве. Поэтому я еще и еще повторяю всем путейцам, которые показатель расстояния от излома до сварного шва это важнейший показатель, который дает нам путь к тому, кто виноват и что нужно делать. На раннем этапе есть сегодня технологическая возможность исследовать неисправность сварного шва? Какие сегодня есть методики и механизмы для определения некой возможной вероятности того, что здесь, собственно, есть то самое узкое место, да и здесь возникает проблема? Все сварные швы проходят ультразвуковое дефископирование. Но особенно в сварных швах, полученных алюмино-термитным способом, часто вот те современные методики ультразвукового дефископирования, которые применяются, не дают возможности выявить в местах, выступающих за контур рельса, в переходе шейки в головки и шейки в подошвы, вот эти начальные дефекты. Поэтому очень важно работать дальше над совершенствованием технологии дефископии, потому что надо признать, что сегодняшняя дефископия сварных швов, особенно швов, полученных алюмино-термитной сварки, не дает нам полной гарантии того, что мы делим сварные швы на дефектные и бездефектные. Кроме того, вот получение вот этих зон пониженной твердости, поскольку последняя операция – это локальная термическая обработка, которая восстанавливает твердость в зоне сварного шва, но дает по двум сторонам зоны пониженной твердости. Нужно дальше работать на совершенствовании технологии вот этой локальной термической обработки, чтобы были прогреты необходимые зоны до нужной температуры, чтобы была достаточно интенсивность охлаждения сжатым воздухом, и чтобы вот распределение твердости было лучшим, чем оно сегодня получается после сварки электроконтактной и локальной термической обработки. А подскажите подробнее, из-за 195 изломов рельсов, которые случились в 2020 году, где наибольшее количество, на каком полигоне произошло? Есть понимание, допустим, что, может быть, там на восточном направлении, да, чаще эта проблема вскрывается, нежели, может быть, там на северо-западном? Вы даете абсолютно правильный вопрос. Значит, мы занимались влиянием различных факторов на вероятность появления изломов. Но надо понимать, что это все вероятностные вещи. Вероятность относительно небольшая, если брать всю железную дорогу или всю сеть, но все равно она такая вполне весомая. Значит, сильнее всего увеличивает вероятность изломов понижение температуры. В 13 раз, если брать от самых высоких, которые температуры бывают, до самых низких, вероятность возрастает. Поэтому Забайкальская дорога, Восточно-Сибирская дорога и так далее, они гораздо в более трудных условиях находятся, чем Приволжская дорога, чем Калининградская дорога и так далее. Второй фактор, который очень сильно влияет на вероятность излома, это наработка. Возраст рельсов определяется величиной пропущенного тоннажа по ним. Если по нему, по рельсу пропущен небольшой тоннаж, то вероятность того, что он сломается, гораздо меньше, чем когда он пропущен максимальный тоннаж, который есть у нас на железных дорогах. Мы определили во сколько это. В 7 раз. Там 13, здесь 7. Дальше идет грузонапряженность. В 5 раз увеличение грузонапряженности, которое чаще всего влечет за собой увеличение силых нагрузок, увеличивает вероятность излома. И, наконец, радиус кривой. В 2,5 раза. Рельсы, лежащие на кривой, имеют вероятность изломаться, чем рельсы, лежащие напрямую. Спасибо огромное. Очень интересно. Спасибо большое вам за этот интересный рассказ. И до новых встреч. Потому что тема, как я понимаю, неиссякаема. Действительно. И всякий раз мы ее обсуждаем. И всякий раз появляются новые данные. Спасибо и здоровья. И до новых встреч. До свидания. Взаимно. Всего хорошего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова